Монастырское кладбище беспокойно Очевидно, Андериэль забирает у нас не только нашу жизнь Кровавый ворон, одна из лучших наших командиров в битве против Диабло под Тристрамом Также одна из первых была захвачена Теперь она на монастырском кладбище поднимает зомби Мы не можем снести такое кощунство Если ты на самом деле друг нам, помоги нам уничтожить ее Обязательно помогу, но перед этим я хочу кое-что сделать А именно в опциях покопаться и сделать звук игры погромче Потому что мне его не хватает Так, у нас появилось новое задание Я кладбище сестер Ищите кровавого ворона на кладбище сестер за холодными равнинами Давайте заодно проверим Если я сейчас опущу в опциях звука вот эти вот опции А, он опускает весь звук, да? Остальные мне только звук, только текст, звук и текст Нет, конечно, звук и текст, но можно было бы убрать текст как вариант Ладно, что я хотел сделать Сестринство приветствует тебя Договорить с ней по слухам Некоторые из моих бродяг рассказывали мне о Декарте Каине Они говорили о том, что он человек великой мудрости Вообще-то я не знаю, насколько мудрым он может быть Если он никогда не участвовал в настоящей битве Ну да, я думаю, Декарта Каина-то вы хотя бы помните Надеюсь, что помните Кладбище сестер Смерть ничуть не повредила боеспособности кровавого ворона Честно говоря, она в отличной форме Да, серию, собственно, так, наверное, и стоит назвать Кровавый ворон Добрый день Добрый, если он таковой Чарси Юна и невинна Но я опасаюсь Что кровь варваров влечет ее по пути безрассудных приключений и опасностей Она очень гордится той работой, которую она делает И рада, что ее доспехи и оружие могут способствовать борьбе со злом Я Акара Ой Это мы уже слышали, простите Так, кладбище сестер Кровавый ворон доблестно сражалась против Диабла В катакомбах под Тристрамом После этого она была несколько не в себе Теперь очевидно, что она принесла с собой частицу зла Возможно Так, а тем временем Сколько у нас там? Восемь ключей Четыре здесь И восемь Ну да, нам хватит, наверное Так с тобой все время забываю говорить Как можно убить то, что уже умер? Без понятия Акара, великая шрица-бродя Она продает магические предметы И всегда может исцелить ваши раны Она очень мудрая И всегда поможет вам, если сможет Ага Ключевое слово «если» Рада видеть тебя О, Кася дивная тетка Конечно, она слишком строга к чужакам Но кто может винить ее? Она хочет только защитить наш орден Но сейчас, когда наши сестры обернулись против нас По-моему, все это ожесточило ее сердце Кровавый ворон был вожаком банды-бродяг Дравшихся однажды с Диабла в Тристраме Ну да Ладно, давайте посмотрим Добрый день Акара и Кася Сестры из Ордена Невидящего Оха Но они разные, как два мира Акара медлительной река магии Акара Гадюка войны Они обе полностью посвятили себя Своему религиозному ордену И предательство их сестер Причиняет им бесконечную боль Есть такое, да Извиняюсь С нежитью я не торгую Убитый покупатель возврату не подлежит Обидно-то как, а? Кстати говоря, чего я у него не показывал Это то, что у него есть вот такая кнопочка игра Где мы можем видеть различные предметы разного качества Причем абсолютно разного качества Насколько я помню Это как раз-таки Некое подобие Онлайн Я забыл Аукцион Вот, вспомнил И как видите, здесь можно купить такие небольшие колечки Всего за 50 За 63 тысячи амулета Ну, такие мелочи, короче Но приятно, как говорится Ладно, кого я обманываю Ни хрена не приятно Что мне нравится То, что В принципе, карта у меня сохранилась Насколько я помню Но Мне У меня нету портала никуда Поэтому мне придется Все вот это вот дело пробежать заново Но благо карта сохраняется То есть, если мы ее один раз открыли То она у нас по сей день открыта Единственное На ней может измениться Ну, добавиться какие-то монстры На ней могут Появиться какие-то Новые вещи Ну, все В принципе, остается то же самое На самом деле Сейчас я просто буду Повыренькому накачиваться Я думаю, что В этом Есть некий смысл Три золотых Но Не так много Так Запертый сундук Мы открыли Слабая зелемана Ну, это можно будет продать Если что Есть трупики Раконичу Врожденная орлиная сфера Тогда мы видим Опять-таки На карте Чуть дальше Меня еще дают опыта Кстати, интересно По-моему Эти ребята Мне уже опыта не дают Так вот Мы чуть ниже На карте Видим Подземелье В которое Можно спуститься Там По-моему Оно уже зачищено Нами Поэтому Насколько я помню Если мы в него спустимся То ничего не обнаружим Ну, ради интереса Давайте просто заглянем Нет Подземель обновилась Ну, да и хрен с ним В любом случае Нам нужно уже Идти дальше Потому что Мы должны Путешествовать Уже по новым картам И постараться За сегодняшнюю Серию Выполнить Эту Миссию Так сказать Давайте Убьем этого гада Давайте Отключим К фигам Карту Потому что Она нам В принципе Не особо-то нужна И будем Бродить Вот портал Мы активировали Замечательно Теперь осталось Вот Темные охотницы Это как раз Те о ком Говорили Только-только Эти вот Темные охотницы Они не очень-то хорошие Если честно Так, ладно Что я хочу здесь Сделать Я хочу Открыть портал Исследовать Вот это колечко И исследовать Вот эту вот фигню И продать ее Хотя зря я открывал портал Хотя у меня тут В трех метрах Собственно была Полезная фигня Ну да ладно Она меня кстати Исцелила только что И Я докуплю портал Докуплю один свиток И продам за Какие-то прям Совсем копейки В общем понятно Ладно Может быть я кстати Буду вырезать Те моменты Когда я буду Тупо вот так вот Телепортироваться Куда-нибудь Может быть Нет Кстати портал Остается Если мы Не путешествуем Через него А путешествуем Через обычный Он Сохраняется Мы теперь можем В город Конкретно отсюда Крепаться Очень часто Давайте убьем Вот этих гадов Что я не хочу Чтобы они Постоянно Воскрешали Мелких Это точно На руку Не пойдет Так Гремучее зелье Я вот не помню Насколько оно Хорошее Приближается Адвокат смерти Что Я не все Помню В Диабло Поэтому Если Я буду О Мы наткнулись На элитку Которая была Очень слабой А вот Ее демоны Миньоны Какие-то Дико сильные Отлично Мы получили Новый уровень И получили Ключ Небольшое Слабое Расколот Изумруд Стоит подобрать Так Слабое Слабое Говно Короче Остальное Не нужно Заходим В домик Я думаю Попробуем Посмотрим Что здесь есть Денежки Здесь есть И посмотрим Что нам Что нам Выпало Да Е-мое Я случайно Так Надо Надо их поменять Местами Потому что Я по привычке Нажимаю Не на то У нас Ломались Эти перчатки Ну Тем более Что нам Нужно их сменить Ближ 6 урона Ядов В течении 3 секунд Сопротивление Холоду Замечательно Оставим Портал В покое Пока что Здесь Бродим Дальше По локации И я Честно говоря Не знаю Стоит ли мне Заходить В пещеру Потому что В пещере Может выпасть Что-нибудь Полезное Потому что Там есть Всегда Элитки А если Пещера Еще будет Низкоуровневой То там Точно Что-то Хорошее Там Точно Будет Что-то Хорошее Я кстати По-моему По-моему Я опять Вылетел Нет Вроде Все нормально Ладно Ну давайте Попробуем Исследовать Эту пещеру Вот Пещеру Здесь Нужно Включить Карту Потому что Ни хрена Не вижу Видим Здесь Новых Монстров Мы подняли Какой-то Жезл Мы его Изучим И Вот Это Вот Уже Жезл Который Действительно Можно Надеть Потому что Мастер-спорт Скелета Плюс Два К поднятию Скелета Плюс Один И В общем Теперь мы создаем Более Крутых Скелетов Насколько Я понимаю Но Все еще Троих Ну окей На том Спасибо Как говорится Троих Но сильных Скелетов Это тоже Хорошо Создавать Не правда ли Надо Отказаться От привычки Постоянно Нажимать На Карту И Альт Тогда я точно Не буду Вылетать Но От этой привычки Честно говоря Сложно избавиться Ладно Нам Куда-то сюда В любом случае Пробежал Зачем-то Лестницу Мимо Но Какая собственно Разница В итоге Нам все равно Примерно сюда Так У меня закончилась Выносливость Почти что Вот Лучники Это плохо Лучников Я в этой игре Никогда не любил Потому что Лучники Это опасно Они на Большом расстоянии Вам Делают Очень И очень Больно Так Мы По идее На элитку Воу Она меня еще Подморозила Малость Так Малый Талисман Давайте Маны Здоровье Там Все дела Так Болты Небольшой Зелем Маны 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 Ну Мана Нам Не нужна А вот По хильце В идеале Не помешала Б Так Талисман Дополнительный Золот Необходимый Уровень 15 Ага Эти просто Сломаны Ну Ну и хрен с вами Как говорится Правильно Так Три золотых Три золотых Здесь у нас Колодец С которого Можно попить Водичку Почему бы Нет Так Короткий Посох Лук Все дела Продолжаем Тем временем С вами Путешествовать По этой Пещере Надеюсь Что я найду Что-то Дельное Нам выпал Ключик Например Откуда-то Не бежала Дура И все равно Будет больно Так Надо вот этих Ребят убивать О Свиток Идентификации Круто Слабое Лечебное Зелье Кстати Я получается Получил Новый Уровень Если я Правильно Помню Последний Раз Я качаю Вот эту Фигню После чего Буду уже Прокачивать Как раз Таки Голема Ладненько Так Здесь 41 Значит Мы Вливаемся Немножко Сюда И немножко Сюда Замечательно Так Что у нас Здесь 5 золотых 5 золотых Сундук Зелеманы Окей Зелеманы Это говно Которое Нам не нужно Но Почему бы Как говорится И нет Ладно Давайте Попутешествуем В эту Сторону Оп Еще Одна Элитоска Которую Я еще И травану К тому же Круто Так Метательный Нож Оу 85 Золотых Так Лечебное Зелье Ну Лечебное Зелье Мы С вами Дорогие Друзья Берем О Расколот Аметист Замечательное Очень Большая Пещера Скажу Друзья Мои Прям Вот Очень Большая И даже Со входом На второй Уровень Насколько я помню Когда выходишь На второй Уровень Пещера Становится Опасней Ну Могу Немножко Ошибаться Правда Говоря Давайте Посмотрим Начинаются Все они Примерно Одинаково Дальше Все Определенно Не будет Легко И просто Как видите Я даже Наткнулся На полу Или Оу 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 Первая Первая Эпичная Шмотка Первая Зеленая Шмотка Тянь Тяня Тянь Так Случение Защиты Мы Короче Ставим Потому что Это Прям Офигенная Такая Шмотка Сопротивление Плюс Десять Арктическая Оснастка Видите Это Арктический Мех Не зря Я С вами Сюда Пошел Еще Выпал Какой-то Пояс В принципе Если Кликну Вот так Я могу Зменить Зелье Фигам Активировать А посмотреть Что это за Пояс Атакующий Получает урон В один Это в любом Случше Лучше Чем тот Пояс Который Стоит У нас Там Давайте С вами Переместимся Я скорее всего Это пропущу Как я сюда Перемещаюсь Итак Переместились Обратно Кожаный Заспех Прострелы Лечение Восстановление Оу Не Вот Зелье Восстановление Зелье Восстановление Мне нужно Как раз Очень много Дают По деньгам Скипетр Который Мне нафиг Не нужен Так Мы получили Еще один Уровень Складываемся И давайте Уже Создадим Нашего Бравого Парнишу О да Детка Я тебя Обожаю Чувачела Вот На самом деле Мы можем Использовать До По-моему Четырех Спутников Насколько Я правильно Помню Вроде Как Не Большее Количество Так Убиваем Убиваем И всех Эти Гадов О Мне упали Желтые Сапоги Че-то Мне прям Прет Я смотрю Зачем Я говорю Видите Порталы В город Падают Все-таки Чаще Дубина Сапоги Сапоги Стеганный Доспех Золото 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 Кладбище Потому что Сирия Уже Длится Довольно Долго И это Будет Немножко Непростительным Потому что Я обещал Что Я постараюсь Это делать Как можно Быстрее Видите Получается Что Ни хрена Не получается Но Я в любом Случа Не зря Сюда Сходил Давайте Кстати Посмотрим Какие Из этих Сапогов Сапоги Прямо Сапоги Сапоги Заодно Расследуем Вот эти К ловкости Тоже Круто Неплохо На самом деле К максимальному Урону Ладно В принципе Сойдет В принципе Сойдет Но мне Надо Бежать Как можно Шустрее Давайте Заодно Заглянем Вбок Вот сюда Еще Смотрим Что Здесь Возможно Найдем Какую Нить Элиточку Или Еще Кого Чего Ай-яй А ну Иди Сюда Так Здесь Где-то Был Расковатый Аметист Вот Он Так Хорошо Золото Ага Стрелы Больше Здесь В принципе Ничего Нету Скачательный Нож Опор Ну Ничего Полезного Я здесь Как такового Не вижу Ой А номер От ауры Бедняжка Ладно Давайте Быстренько Вниз Убиваем Стихо Тоже И Надеемся Что Найдем Что-нибудь Полезненькое Например Еще Одну Элитку Которая Будет Замораживать Нас Так Ну смотрите Ко мне Прям Пока Очень даже Прет Я считаю Что Я прям С розовым Щитом Смотрите Как смотрюсь Хотя он Фиолетовый Но Мне по виду Кажется Что он Все-таки Розовый А не фиолетовый Ну ладно Так Еще вниз Осталось Сходить Сюда Вот Не зря Я зашел В пещеру Пещеры Стоит Как я уже Сказал Зачищать В идеале Потому что Они Все-таки Дают Во-первых Опыт Куда же Без него А во-вторых Они Все же Дают Возможность Найти Какие-нибудь Хорошие Вещи В моем случае Это Экипировку Впрочем А что Собственно Еще Они могут Дать Как говорится Кроме Как экипировку Вот Ну и говорит Чувствуете себя Лучше Ну давайте Посмотрим Насколько Мы себя Лучше Чувствуем Выносливость У нас Он Полностью В попе Надо Принять Достученцию И бежать Куда-то Вниз Дабы Найти Нужную Нам вещь Скорее Все Она Как раз Будет Где-то С той Стороны Но перед Этим Надо будет Опять-таки Зачищать Всю локацию Потому что Опыт Опыт Нам нужен Я не могу Нести Больше На убивать Орды Демонов Это весело Это никогда Не надоедает Какой Здоровяк Давайте Мы их Перебьем В принципе Я повторюсь Что Диабло В основном И заключается Вся Суть Диабло Заключается В том Чтобы Постоянно Ходить Истреблять Тех Или Иных Монстров То есть В этом Плане Без Вариантов И Ничего Не Меняется Все То же Самое Так Вот Куда Нам Собственно Надо Нам Получается Скорее Всего Как Раз В эту Сторон Да Вот Кладбище И Именно Здесь Мы С вами Найдем Нужного Нам Непися Задание Как видите Изменилось Убейте Кровавого Ворона Теперь Основное Наше Задание Сейчас Мы Пробежимся Вокруг Посмотрим Какие Неписяшки Здесь Еще Присутствуют И Будем Заходить Собственно Внутрь Делать Это Не Обязательно Сразу Поэтому В этом Плане У Меня Есть Небольшое Преимущество Тем Временем Я смотрю Денежки У меня Продолжают Накапливаться Это Радует О Как Смотрите Как здесь Много Народу Собралось Встретить Бедного Героя Так Ручной Топор Золотишко Падает И Вроде Здесь Больше Да Больше Здесь Ничего Нету Поэтому Давайте Как раз Сейчас С вами И Будем Уже Наверное Убивать Наша Задача Бить Вот Того Красненького Воина Это Сделать Не сложно Убиваем Вначале Всех Мелких Мобов После чего Гоняемся За демоном И Убиваем Ворона Вот этого Полудемонического Правда Он у нас Станет Все время Немножко Подбешивает Но Мы его Отравляем Так что Никуда Он от нас Не уйдет Такие Вот Прикольные Мойлни Оповещают Нас О том Что Демон Пал И Ничто Ему не поможет Очистить душу Демона Веритесь Кассии За наградой И так В общем-то Говоря Что я решил Сделать Это Быстренько Пробежаться По склепам Дабы вас Особо Не Смущась Не Затягивать Сюжет Именно Сюжетную Часть Я решил Это сделать Без вас Быстренько Пробежаться Не умереть Я надеюсь Ну По крайней мере Пока что Мне не удалось Умереть Поэтому Я надеюсь Что не удастся Умереть И в будущем Поэтому Я как-то В общем Все это дело Пробегаю И получается У меня это нормально Короче говоря Я вернусь Как только Я полностью Пройду Два склепа Которые есть На этом кладбище Они легкие Показывать Я их особо Не буду Сейчас Я вам их показываю Собственно Так будут выглядеть Оба склепа Выпало Мне Что мне выпало Интересно Мне выпала Вот такая Вот Небольшая Небольшая Талисман Ловкости И Вроде Больше Ничего Интересного Мне не выпало Здесь есть Вот такие Гробики Которые Мы можем Открывать В гробиках Тоже может Что-то Быть Интересное Может Нихрена Не быть Интересного Например Поэтому Ничего Сильно Прям Такого Крутого Здесь нет И особого Смысла Я Вам показывать Всего Небольшая Небольшая Не хочу В общем-то Говоря А вот Зелье Выносливости Я помню Оно Дешевое Окей Поднимать Все Не будем Так что Короче Вернусь Как только Я Пройду Оба Этих Склепа Вот Такие Дела Кстати Говоря Забыл Вам Сказать Такую Маленькую Вещь Многие Могут Спросить За каким Хреном Я Путешествую По Этим Склепам Все Очень Просто Вот Здесь Есть Такие Золотые Сундучки Которые В третьем Диаболе Обычно Встречаются После Прохождения Двоенных Пещер То есть Ну Или Просто В некоторых Местах Нынче Теперь Стали Встречаться И Вот В этих Сундучках Как раз Лежит Особая Награда В данном Случае Мне Например Выпал Вот Такой Скипетр Еще Один Талисман И Ножичек Вот Так что Есть Смысл Путешествовать Здесь Есть Ладно Побежали Дальше Ну Что ж Я Собственно Прошел Еще Один Склеп Полностью И Теперь Осталось Просто Вернуться В город Сдать Квест И Продать Все Накопленное Мною Барахло Чем Я Собственно И Планирую Заняться После Чего Уже Задать Окончательный Квест И Собственно На этом Серию Скорее Всего Закончить Поговорить Нет Торговать С ними Торговать Короче Мне Нужно Найти Какое Ни Оружие В которое Я могу Вставить Либо Голову В общем Что Нибудь Такое Во что Я могу Вставить Камень На Ловкость Тогда Все Будет Хорошо А вот Давайте Починимся Быстренько Торг Ремонт Починится Полностью И Уже Я думаю Можно Сдавать Квест Я не могу Поверить Что Кровавый Ворон Побеждена Тобой Хотя Она Была Моим Ближайшим Другом Я Молюсь Чтобы Ее Терзаемый Дух Был Изгнан Навеки Мое Уважение Заслужено Тобой Странник И Сотрудничество Бродяг Также Я Отдам Несколько Своих Лучших Воинов В Твое Распоряжение Вот И так Мы Получаем Собственно Первых Наемников Которых Можно Встретить В игре Это Довольно Неплохие Ребята Я вам Скажу И Давайте Так Стрела Огня Стрела Холода Уровень 2 Но Уровень 6 Даже Не знаю Честно Говоря Здоровье 72 Защита 39 Я думаю Лучше Наверное Взять Ее Хотя Я знаю Что Развитая Со стрелой Огня Будет По моему Она Получше Вот Но Точнее Не со стрелой Холода Вон Давайте возьмем Вот Этому Адаму Мы Кстати Можем Навести На портрет И Дать Им Какое-то Снаряжение Из того Что Есть У нас Но Делать Я Это Наверное Не буду Ладно Ловкость У нас Повышается И Давайте Мы Улучшим Нашего Голема Естественно Куда же Без Голема Так В общем Все Круто Ладно Собственно На этом Пора Заканчивать Эту серию Давайте Посмотрим Что У нас Изменилось Кладбище Сестер Задание Выполнено Следующее Задание Мы получим Уже В следующей В следующем Прохождении Нашем Так сказать Поэтому Ждите Ждите Обрящите В общем Ладно Давайте Ребят Удачи Всем Спасибо Пока Пока Надеюсь Видео Вам понравилось Если Да То Не забудьте Подставить Лайк И подписаться Этим Вы очень Сильно Поможете Каналу Ну а Также Вы можете Посмотреть Прошлые Мои Видео Времет Каналу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok